Франсуаза Дальто Последняя книга Дальто была издана уже после смерти автора. В ней Франсуаза обращается напрямую к самим подросткам. Она, как никто другой, умела находить с ними общий язык и понимала трудности этого возраста. В своей книге автор сравнивает подростка с беззащитным омаром, который лишился панциря во время линьки и подвергается самым разным опасностям, пока не нарастит новый. Дальто протягивает ему руку помощи. Она тот самый все понимающий и принимающий взрослый, который так остро нужен каждому человеку в переходном возрасте и которого так не хватает в реальной жизни. О книге Франсуаза Дальто «Разговор с подростками» или «Комплекс Амара» расскажет главный библиотекарь Молодежного библиотечно-информационного центра Алла Глушак. Сегодня я хочу представить вашему вниманию книгу Франсуаза Дальто и Катрин Дальто «Разговор с подростками» или «Комплекс Амара». Авторами ее являются люди с безоговорочной репутацией в мире психологии. Это Франсуаза Дальто, французский замечательный врач, психиатр, психоаналитик. Она родилась в начале 20 века в Париже, закончила университет и сделала сразу несколько прорывных открытий в детской психологии. Всю жизнь она занималась детьми и всегда стояла на стороне ребенка, всегда говорила о том, что ребенок – это уже сформировавшаяся, так сказать, уже цельная личность, которая имеет свой язык. Не надо прислушиваться. И об этом говорят и название ее книг. У нее эта книга называется «На стороне ребенка». Самая главная ее книга, и вот эта книга «Разговор с подростками» тоже, так сказать, труд ее жизни. И второй автор – Катрин Дальто, это ее дочь. И она пошла еще дальше, потому что она гаптопсихотерапевт. Гаптономия – это наука о том, как общаться с ребенком, когда он еще находится в утробе матери. И тоже она всю жизнь работает с детьми, она имеет огромный опыт общения и работы с детьми. И здесь, в написании этой книги, она выступает, конечно же, таким незаменимым помощником своей знаменитой матери. Почему я сама обратила внимание на эту книгу? И почему обращаю внимание ваше на нее? Потому что не понаслышке знаю, что это очень сложный период в каждой семье пережить подростковый период ребенка. Особенно, если это молодые родители, особенно, если это в первый раз они проходят этот путь. Да и когда многократно проходишь его, все по-разному протекает. И поэтому возникает на этом пути очень много вопросов. Как у родителей, как у педагогов, да так, собственно, и у самого ребенка. Он сам не понимает, что с ним происходит. И, тем не менее, все равно приходит нам необходимо строить отношения с ребенком. И не потерять вот ту связующую нить и пройти этот период без потерь. Потому что потерять связь с ребенком – это самое страшное в этот момент. Казалось бы, переходный возраст. Но что это такое? Просто переход от детской, так сказать, пары к взрослой жизни. Но в семье бывает это очень сложно. Психологическую грамотную помощь получить, найти ее где-то, поддержку такую психологическую, сложно. И не всегда хочется раскрывать свои семейные секреты перед кем-то. Поэтому я обращаю вас, я отсылаю вас вот к этой книжке, когда можно ее в тишине где-то сесть, где-то, так сказать, ее открыть. И вдруг вы найдете ответы на свои многочисленные вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!